Ребят, держитесь за что-нибудь. Председатель правительства Димон, то есть, простите, Дмитрий Медведев заявил, что основой экономического развития нашей страны является, внимание, сбор налогов. Блин, так и хочется сказать. На этом у меня все, потому что я реально шокирован. Представляете, во всем мире развитие экономики – это когда государство занимается поддержкой производства, его модернизацией, ратует заведение новых технологий, помогает укрепиться малому и среднему бизнесу, причем по-серьезному, чтобы у предпринимателя появилась мотивация двигаться вперед, активнее работать, извлекая максимум прибыли. Тут к гадалке ходить не нужно. Чем больше коммерсант зарабатывает, тем больше отчислений он делает в бюджет. Уровень доходов населения также немаловажен для роста экономики. Есть у людей деньги, они их тратят, то есть, вкладывают в развитие страны. О чем говорит второй человек в государстве в данном случае – поборы, сборы дани. Вот что для России в 2018 году является самым важным. Ага, осталось еще оброк и барщину вернуть. Добро пожаловать в 15 век, дорогие соотечественники. И вот эти люди обещают привести нас в какое-то светлое будущее. Вы посмотрите чуть внимательнее-то вдаль. Знаете, что вы видите? На самом деле это не светлое будущее. Это непроглядное и неприглядное прошлое, куда мы уверенно двигаемся. Пора пещеры обустраивать и землянки копать. Видимо, начинаем. Давненько что-то нас идеями о появлении новых поборов слуги наши не радовали. Ну да, давненько. Уже недели две никаких глупостей от них не слышно. Хотя нет, вру. Исправляться вроде начали. Итак, в Госдуре снова заговорили о введении налога на домашних животных. Господа, аплодисменты. Причем, если раньше об этом больше болтали, теперь вот конкретика появилась. И даже с цифрами платить за питомцев россияне начнут, вероятно, уже в следующем году. Ну а дальше самое интересное, сколько? Пожалуйста. Итак, например, владельцу кошки пушистый друг будет обходиться примерно в 3-5 тысяч рублей в год. А вот за удовольствие завести собаку придется заплатить поболее от 10 до 15 тыр. В списке имеются еще хомяки и мыши. Их авторы оценили. 120 рублей морских свинок почему-то в 800. Приятная новость для любителей декоративных собачек. Обладателей такого зверя приравняли к хозяевам тех самых свинок. Всего тысячу за вот это вот гавкающее что-то отчислять придется. Хотя я даже догадываюсь, с чем модное связано. Жены и любовницы папиков-то ведь как раз с этим ходят под мышкой. Видимо, чтобы не расстраивать любимых, такую поблажку и сделали. Ну да мы отвлеклись от главного. Разведение животных давно превратилось в доходный бизнес. Депутаты предлагают ввести ограничения разведения собак и кошек, а также ужесточить ответственность за жестокое обращение с питомцами. Ни для кого не секрет, что в Европе ситуация с животными гораздо лучше, чем в России. Теперь серьезно, ребят, давайте посмотрим на эту идею с практической точки зрения. И с точки зрения здравого смысла я сам являюсь владельцем домашних животных. У меня два кота дома живут. Коты эти не породистые, обоих подобрал на улице на помойке. Что я сделал в данном случае? А я сделал так, что по крайней мере два зверя больше не шастают по мусоркам, не являются разносчиками заразы, не плодят таких же бродячих котов. Более того, когда я их подобрал, они были больными, я их вылечил. Кучу денег заплатил ветеринарам. Мое звере и сейчас иногда болеет. И я снова еду в ветклинику и снова оплачиваю ее услуги. Корм животным своим покупаю регулярно. Опять же, наполнитель для туалета. То есть, благодаря этой живности я регулярно вкладываю деньги в развитие экономики страны. Вопрос, кто и кому должен-то получается? Ну, вот так вот, если разобраться. Еще раз. Я сделал доброе дело. Благодаря этому доброму делу на улице стало чище. Я даю заработать каким-то коммерсантам, которые благодаря мне платят налоги в казну и меня теперь ограбить хотят. Господа с депутатскими курочками, вы там не охренели часом. Может, это уже вы начнете нам платить за то, что мы вас, козлоухих, терпим. Ведь если разобраться, депутат или чиновник мало чем отличается от морской свинки. Жрет, гадит, воняет, пользы почти никакой. Посмотреть на такого зверя. Можно на свинку в клетке, на слугу народа в телевизоре найти несколько отличий. Прямо сейчас вернемся к ноу-хау первого вице-премьера господина Шувалова. Этот высокопоставленный чиновник предложил налоговой службе придумать что-нибудь из ряда вон выходящее по сбору налогов, за что можно брать небольшую плату. Это была цитата из высказывания первого вице-премьера. В данном случае я просто продемонстрировал, насколько далеко у представителя российской власти может уехать крыша. Сами видели тормозов. Нет, а это реальная журналистика. Сигнал ИСОС с острова невезения. Сегодня поехали. Но самая главная наша проблема, знаете, в чем? А в том, что государство не хочет заниматься никаким развитием. У чиновников даже в планах нет ничего подобного. По телевизору-то они, конечно, лепят горбатого о том, что мы, ух, прорыв за прорывом. На самом деле все не так. Во-первых, давайте посмотрим, кто сегодня сидит в нашем правительстве. Там нет ни одного практика. Сплошные демагоги-теоретики. Половина из них вообще смысла слова этого странного экономика не понимают. Это люди, которые привыкли, что из дырки в земле течет черная жидкость, и за эту жидкость какие-то дядьки из-за бугра готовы платить. Во-вторых, повторюсь, для того, чтобы заниматься реальным развитием экономического сектора, надо вкладывать, надо модернизировать, надо выбросить лыживый отчет и, наконец, вытащить свой зад из уютного теплого кабинета и поехать посмотреть, чем на самом деле живут производство, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг и так далее. А зачем? Когда и за счет рэкета можно купоны стричь. Напомню, что согласно федеральному бюджету на 2018 год, 19, 20, 21 годы, у нас совокупные расходы на функционирование раздутого косаппарата, который вырос в два раза с 2001 года, порядка 1 триллиона 400 миллиардов рублей. Совокупные расходы на образование, медицину, культуру, спорт, науку – триллион 250, триллион 300. То есть, если мы на армию в 2,5 миллиона чиновников тратим больше, чем на весь человеческий капитал, то, в принципе, не стоит удивляться тем последствиям, про которые мы много раз здесь говорим. Кстати, в конце ноября по этому поводу в торгово-промышленной палате умные люди собирались и уже на полном серьезе били на бат известнейшие экономисты страны, практики. Люди, которые, в отличие от чиновников, не просто воздух языком сотрясают, так вот, там уже кричали, можно сказать, ребята, мы так слона никогда не купим. Государство, Центробанк, где ваша поддержка реального бизнеса, который на самом деле чем-то полезным занимается, а не в купи-продай бочку нефти играет? Чего жрать-то будем лет через пять? С чего налоги брать собираетесь? С копания народа в мусорных баках? 40% всей прибыли банковской системы сосредоточены сегодня в Сбербанке. И основная масса банковской системы загнана в убыточный сектор за счет постоянного давления в виде проверок, отзыва лицензий, увеличения требований к резервированию и так далее. Но, повторюсь, это всего лишь выглядит как мелкое хулиганство. Теперь переведу, что сказал этот человек. А сказал он, если совсем по-русски, буквально следующее. Господа, денежно-кредитная политика Центрального банка нашей страны, соответственно и государства, направлены ни разу не на поддержку реального сектора экономики. ЦБ и крупным банкирам это невыгодно, потому что слишком долгосрочные перспективы, им интереснее спекуляциями заниматься, перекидывая деньги со счета на счет и получая с этого свой процент. Сегодня таких труднее, типа банкиров в РФ, 4-5 человек, остальных давят. Давайте посмотрим, что они делают правильно. Обслуживают сырьевиков, счета крупных государственных структур, имея с этого доляшку, ну и так далее. То есть, чем угодно те банки занимаются, только не кредитованием, не финансированием. А как бизнес без кредитных денег строить и развивать, особенно производство, особенно сельское хозяйство? Вот это те знания, или как, та логика, те мысли, которые я почерпнул из чтения документа, вот по названию «Основные направления денежно-кредитной политики на ближайшие годы». Рекомендую вам тоже ознакомиться с этим чтением. Конечно, оскорбляет разум это чтение. Если совсем на пальцах, господа, капитализм по-российски сегодня можно сравнить с тем, что творилось на каком-нибудь черкизовском рынке. В 1998 году какие-то люди на том рынке что-то там продавали и даже что-то там производили, как-то выживали. Но крышу рынка, происходящего внутри этого гадюшника, не особо интересовало. Раз в неделю парни в спортивных костюмах, с лицами необезображенными интеллектом, проходили по торговым рядам и собирали с предпринимателей дань. Не желающие платить, получали по почкам. Никаких параллелей не улавливайте. Правда, вот чем тот черкизовский рынок закончил, нам всем хорошо известно. Это тупиковый путь развития, потому что прошли годы. По принципу черкизона выстраивается экономика целой страны. И теперь, хотя чё я опять удивляюсь, ну если целый премьер говорит сбор налогов основа нашего экономического развития. Это была реальная журналистика сегодня, вот так дальше, сами всё знаете. Ссылка на ютуб канал сверху, заходите, подписывайтесь. В соцсетях тоже вас жду, просвещайтесь, добавляйтесь в друзья, темы предлагайте, под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Всё, пока, пока! Ты новенький ребёнок, вылетает из пелёна, и теряется повсюду, и находится весьма. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него.